Сила в единстве. Проверенная истина работает не только в хорошем, но, к сожалению, иногда и в негативном смысле. Убедимся на примерах. Это программа «Семейный контролер». Я ее ведущая, Сержана Мордогеева. Смотрите в этом выпуске. Массовая проверка. В одном из поселений попросили зайти сразу в семь семей. Подтвердились ли сигналы? А вы почему так рискуете? Вы тогда так плакали, когда его потеряли? Второй раз на те же грабли. Почему женщина не боится потерять шестилетнего сына? Она же у меня вообще считается зонтовая. Я сама зонт не вставляю, когда она отказывается кушать. Устала, но не отчаивается. Многодетной матери-одиночке нужна помощь. Сегодня мы приехали в поселок Ирхирик. Отсюда поступил необычный сигнал. Автор попросил проверить сразу семь адресов. По его мнению, мамочки этих семей очень дружат между собой. В частности, дружно выпивают. Вы, получается, стоите уже на учете. А в связи с чем вы были поставлены на учет вашей семье? У нас были проблемы с мужем. Я вызывала милицию. Потом у меня были проблемы с моей администрацией любимой. Они начали на меня писать постоянно докладные. Человек я конфликтный. По первому адресу многодетная семья. Пятеро детей проживают в небольшом съемном домике. Часто переезжают. Официально отца у них нет. Хотя по факту живут вместе уже 17 лет. Со слов женщины, как раз из-за него их якобы и поставили на учет. При этом, не учитывая другие факты, оказывается, всю прошлую зиму дети провели в социальном центре. В связи с чем их туда помещали? Честно скажу, да, я была пьяна. И, получается, они даже забрали их без моего ведома. То есть я думала, они у бабушки. Ну, как, извините, у меня проспалась, позвонила. Они говорят, их, типа, забрали. Я звоню, а почему, говорю, моих детей забрали? Ну, так будет вам лучше же. Типа, вы пока сможем разберете. Детей вернули. Но комфортные условия дома до сих пор не созданы. Дров тоже немного. Мать ссылается, руки не доходят. Но пока не дойдут, и семья останется под особым контролем. Вы вообще с этим собираетесь что-то делать? Это же просто дойдет до того, что вас лишат родительских прав. Ну, пускай попробуют. Сказано, что вы прям с соседками хорошо дружите и выпиваете такое ездить. Ну, с соседками мы дружим. А в этом подъезде попросили проверить весь этаж. Говорят, в каждой квартире дети и пьянки каждый день. Застать дома удалось только одну семью. Мамочка трезвая, в квартире порядок. Говорят, к подобным нападкам привыкла. Видите наш дом, как чего, да? Чуть-чуть, ну, праздники бывают, гуляют, да? Сразу на весь архивик начинает наш дом обсирать. Не знаю, почему. Всегда, ну, как или мы у нас этот дом. Ну, вы не пьете? Нет. Никто у вас не пьет? Ну, бывает такое, но в основном мы мужчины. Но если присмотреться вокруг, то действительно можно подумать, что обвинения не беспочвенные. Возможно, мы приехали не в то время. А потому все сигналы мы передали соцработникам. И они обещали присмотреть за этим домом. По одному из адресов мы застали, так скажем, уже знакомую нам даму. Она засветилась в эфире новостей еще два года назад. Скажи, я Тимир. Я Тимир. Домой хочешь? К маме хочешь? А кушать хочешь? Эта история тогда прогремела на всю республику. На нулевом километре водитель автобуса обнаружил плачущего малыша. Фото с трехлетним мальчиком разлетелось по соцсетям. Мама же объявилась лишь спустя шесть часов в пьяном виде. Ребенка ей не отдали. Тогда Тамира поместили в реабилитационный центр. Как выяснилось, после этого мать ограничили в родительских правах. И сейчас он должен был проживать с отцом. Вы сейчас не в трезвом бите. С братом пьете? Мы сегодня выпили с братом. А повод какой-то есть? В ремонт. Какой-то повод у вас? Сестра нахуй вписалась. А вы же в отношении Тамира ограничены в родительских правах. Правильно? Пока ограничены. Так они и кому? Но отец в лесу. Очевидно, ограничили в родительских правах только на бумаге. Отец вахтовик. Поэтому мальчик все это время не разлучался с матерью. Видимо, поэтому же и она не посчитала меру серьезной. Кто это? Тебя девчонки просписывали. Точнее спрета. Тише. Это брат старший? Да. А это младший? Малоюродный брат. А они живут-то здесь обычно? Нет. Он просто в гости зашел поспать. Что обычный мам, папа делает? Ты играешь, а мама с папой что делает? Они спят. Нормальную ситуацию в доме не назовешь. Трое нетрезвых взрослых. Один спит, другой истекает кровью. И все это на глазах у ребенка. Каким образом палец порезали? Объясните, пожалуйста. Таи через забор перелазил. А в бой? Вы так как находитесь в нетрезвом состоянии, просто забрать ребенка в реабилитационный центр до выяснения. А вы почему так рискуете? Вы тогда так плакали, когда его потеряли. Тогда чуть не забрали у вас ребенка. И вы сейчас на особом учете стоите. Вам вообще нельзя пить. Нет, ну больше такого не повторите. Это какой? Ну мы к вам в любом случае приедем. Органы профилактики вновь поверили матери. Ребенка оставили дома. Но, судя по отзывам родственников, вряд ли что-то изменится. Это наша невестка получается. Они достали уже, там вообще у них проходной двор. Приезжает братишка с работы, она там в дупе пьяная. А ребенок? Ребенок был у сестренки, у ее сестренки, вот с Агатей. Соскучился домой, привезли, вот буквально позавчера. Вечером хожу вроде трезвую, утром иду, они спохмели или пьяные. Он у нас и жил, он месяцами нас жил. Но он такой хулиган, он нам все компьютеры, все вот это все везде лазит, на улицу не успешно выйти. Она у нас ограничена в родительских пробах на ребенка, на Томира. Данная семья состоит на учете в СОП. Мы ведем работу по данной семье. С органом ОМПЕКИ будет организован повторный выезд в семью. И если картина повторится, ребенка действительно могут забрать. На этот раз надолго. Ну а по следующему адресу нужна дружная помощь неравнодушных. В нижних тольцах проживает мать-одиночка с тремя детьми. Один из них. Мы узнали про эту семью по сигналу. Нам сообщили, многодетная мать-одиночка стала часто прикладываться к бутылке. Женщину мы действительно застали, так скажем, с похмелья. С ее слов накануне была годовщина смерти мужа. У нас сигнал поступил, что, ну, это, как вы думаете, что случилось от того, что вот пахнет, то и случилось. Ну, понятно. Ну, гуляете? Ну, выпиваю я. Как часто? Ну, как часто. Ну, сколько раз в неделю давайте? Один. Один раз в неделю? Даже в месяц один раз. Но в целом обстановку дома запущенной назвать нельзя. Видно, женщина старается. К тому же младшей дочери нужен постоянный уход. Я сама панкис покупаю, каши покупаю сама. И когда два года было, перестали выдавать. Она же у меня вообще считается зонтовая. Ну, я сама зонт неставляю, когда она отказывается кушать. Робную стоишь? Нет. Сказали, ждите летального ухода дома. Девочке сейчас семь с половиной лет. Но растет у нее только голова. У малышки четыре диагноза. Денег едва хватает на лекарства. Панкис мне давали. Вот у каталеса уже, да, привозили. Триста с чем-то штук. Триста. Ага. А нам не хватает их. Так, из лекарства что-то? Лекарства. Вот ей покинем. И нервопоток опять на мне лекарства написал, которых я даже не знаю, какие давать покупать надо. Вот даже мазь еешнюю, которую я мажем, 500 или 700 рублей стоит. Липокрем. Сразу после выезда мы обратились в группу «Мамы могут». Неравнодушные жители Бурятии за несколько дней собрали вещи первой необходимости и уже отвезли в семью. Но так как помощь нужна на постоянной основе, ребята продолжат собирать им адресную помощь. Для поддержки нужно обратиться в указанную группу в Инстаграм или по телефону на экране. Оставляем семью на контроле и мы. И, кстати, о поддержке. В последнее время поступало очень много жалоб. Якобы детские пособия падают не вовремя. Так вот, теперь их будут начислять по конкретному графику. Упорядочить пока решили четыре вида поддержки. Это пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Также ежемесячные выплаты при усыновлении или рождении первенца или третьего и последующих детей. В определенные дни теперь зачисляться будут и пособия на детей от трех до семи лет. Обращаем внимание, что к дате выплаты по графику еще прибавляется 2-3 дня на обработку банком и платежных поручений. И только после этого производится зачисление на счета получателей. Данный порядок начал действовать с 1 декабря этого года. Найти его можно на сайте министерства или на официальных страницах ведомства в социальных сетях. Но в нашей республике много и хороших примеров, как семья может объединить, казалось бы, разных по характеру людей. Смотрим рубрику «Семейные секреты». Я в семье одна сначала была до 14 лет, а потом вот мама родила так сестренку. Видимо, поэтому мечтала иметь сестер-братьев, как у моих одноклассниц. Старшие уже большие выросли, теперь как будто бы вторая часть, второе поколение. В школу хожу уже 21 год с ними, уроки, собрания. А так все само собой идет, идет. Кто у вас в семье главный? Мама с папой. Кто варит кушать обычно? Папа. Кто делает с вами домашнее задание? Маша и мама помогают. Кто чаще с вами ходит гулять? Дима. Почему твоя семья самая классная? То, что много детей. Чем ты любишь заниматься дома обычно? Рисовать, побегать, сходить на улицу погулять. Что самое главное в семье? Помощь, забота, дружелюбие. Никогда дома не скучно, всегда есть с кем поиграть. В чем секрет тогда твоей семьи? Потому что мы доверяем друг другу, и нам интересно проводить время вместе. Уже 28 лет в семье. Отмечаем, как получается. Стараюсь я эту дату помнить. У нас только традиция на 1 сентября ходить все вместе в кафе. Такую мы завели с первого класса старшего сына. Стараемся соблюдать. Ну а если и вы знаете семьи, где дети находятся в опасной ситуации, не ждите. Обращайтесь в экстренной службе или же к нам в редакцию. Наш номер 606-729. Постараемся помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова